Итак, это анализ рынка. На 18 июня время 8.40. 1 час 19 минут до начала торговой сессии. Начну с рыночного фона. Азия в нулях, фьючерсы на США и ЕС тоже в минусах. Нефть в нуле, на ММВБ будет сегодня коррекционное движение. По РТС имеется двойной гэп на уровень 1240. Так что его сегодня будем перекрывать. И отмечу сразу то, что данный видеоролик, анализ рынка, он предназначен непосредственно для спекулянтов, которые в масть своей меня просили такие видео ежедневно делать, чтобы указывать на точные уровни и точки входа для внутреннего трейда, спекуляции. Так что это видео для спекулянтов, а не для инвесторов. Те, кто купили позиции, держите их. В долгосроке у вас все это окупится. А для спекулянтов важна, в первую очередь, быстрая прибыль. Далее новостной фон. Трамп подписал закон о санкциях в отношении китайских чиновников за притеснение уйгуров-мусульман. Китай, в свою очередь, планирует ввести контрмера. То есть, в краткосроке это негатив. Торговая война опять в поле зрения. Но в долгосроке это проблема решаемая. Почему? Потому что на предвыборной гонке побеждает сейчас Байден, а не Трамп. Это позитивно для Китая, потому что демократы Китая относятся более уважительно и по-партнерски, нежели чем республиканцы. Но победа Байдена ознаменует негатив для Российской Федерации. То есть, крайне много негативов будет с его стороны и со стороны демократов, потому что демократы, начиная с 2014 года, ставили дикие палки в колеса в адрес Российской Федерации во внешнеполитическом и внешнеэкономическом фоне. То есть, их приход во власть ознаменует полную жесть для РФ. Надеюсь, что Трамп победит. Далее, Россия проявляет всю большую готовность обсуждать Сирию. США. Об этом заявил специальный представитель США по Сирии. На самом деле, это хороший сигнал со стороны Штатов. Если все дальше продолжит идти по пути дипломатии, то санкция может быть и получше даже избежать против РФ. Чего, конечно, стоит. А вчера Штаты замутили вообще вот такую байду. Они 17 июня. То есть, со вчерашнего дня Штаты смогут вводить новые санкции против Сирии по закону Цезарь о защите гражданского населения. И учитывая то, что с 2015 года Россия вошла в Сирию, тоже во время гражданской войны, которая там была, то Штаты, а именно демократы, начали лоббировать интересы против РФ. Ну и вводить разного рода санкционные ограничения. Вот. И Сирия поддерживала власть Асада, президента этой республики сирийской. Тут, конечно, есть еще и внутренний подоплек в адрес санкционных ограничений непосредственно в адрес самой Сирии. Но мы-то сейчас говорим про Россию, поэтому, раз уж разговоры дипломатического содержания идут между РФ и США, то, быть может, повезет миновать еще одну порцию санкций, чтобы было бы позитивно для нас и для нашего рынка. Далее по поводу Аэрофлота. Я тоже к этой акции приглядываюсь, но последняя новость, они довольно щепетильно вышли. И это, как я понимаю, не вброс какой-то. Это в прямом смысле официальная новость, которую предоставила аналитическое, точнее новостное издание Reuters. Первое. Правительство РФ рассматривает возможность декапитализации Аэрофлота в кризис. Второе. Аэрофлот может выпустить доп. эмиссию акций, которую купят в том числе РФ и ВТБ. Третье. Объем доп. эмиссии может быть значительным для Аэрофлота. А объем доп. эмиссии составляет 80 миллиардов рублей. Иными словами, вчера акции Аэрофлота на новость о доп. эмиссии сподвигли на коррекцию на 5% по цене. Доп. эмиссия это плохо, потому что в случае с Аэрофлотом, где его капитализация по факту составляет 94 миллиарда рублей, вот на указанных, капитализация, то выпуск доп. эмиссии, то есть доп. акций в рынок, оно, во-первых, смоет акционерную долю капитала в Аэрофлоте, во-первых, на 80 миллиардов рублей, а во-вторых, обвалит цену в два раза. Вот, опять же, если такое произойдет, это будет негативом. Да, и, кстати, Аэрофлот подтвердил, что продает до 80% билетов ниже себестоимости. То есть, о какой-то значимой прибыли, с учетом коронавируса, с учетом ограничений в 2020 году, перелетов, прибыли у авиакомпании, в том числе и у Аэрофлота, будет копеечная прибыль. Да, поддержка страны государств, это хорошо, это же все-таки госкомпания. Но, блин, доп. эмиссия, это как-то, господа, слишком дико. Далее, добыча нефти в США за неделю снизилась на 600 тысяч баррелей в сутки, до 10,5 миллионов баррелей в сутки завела в этом Минэнергоштатов. Далее, новость про российскую нефтянку. Нефть на уровне около 50 долларов за баррель, комфортная цена для экономики РФ. Вообще, в бюджет закладывают нефть 42 доллара за бочку нефти, но вот диапазон 42-50 тоже более-менее оптимальный. Да и нефтянка, она все равно будет плюс-минус в этом диапазоне торговаться, скорее всего, даже к окончанию текущего года. Но, опять же, ближайшие пару месяцев, на мой взгляд, торги было бы логично проводить на уровне боковика. 31 доллар за бочку нефти, дефис 43 доллара за бочку нефти. Так-то в самой нефтянке уже появляется адекватный восходящий тренд, то есть бычий тренд, на фоне тех мер, которые предприняли ОПЕК Плюс в апреле. На фоне чего потом сработали рыночные механизмы в виде спроса и предложения, что сподвигло американскую нефтянку стран, не входящих в ОПЕК, сокращать свою добычу. Сейчас проблема нефти, повторяюсь, в том, что все равно переизбыток имеется. Этот переизбыток находится в резервуарах и мясных танкерах. То есть по мере запуска промышленности, что сейчас, в принципе, происходит, для начала будет тратиться вот именно эта часть, которую копили резервы. И только потом уже будет ставить вопрос ребром по новой добыче нефти. По крайней мере, тоже есть такая умеренная негативная новость о том, что объединенные Арабские Эмираты и Кувейт, они с июля миллион баррелей в рынок еще поставят нефти. Умеренное давление на ценообразование нефти, оно, конечно, будет. Умеренное, но не какое-то обвалистое. То есть сейчас тоже многие ждут, что нефть придет опять в минусовое значение. Я не понимаю обоснования этого фактора, но такого, господа, не будет сейчас. То, что предприняли ОПЕК Плюс в апреле, это заложили, по сути, новые фундаменталы в этот рынок. Так что весь основной негатив уже в апреле и был отыгран. То есть рынок нефти, грубо говоря, перезапустили этим фактором. Далее ОПЕК Плюс понимает, что добыча нефти в США может вырасти по мере восстановления рынка. К этому нужно относиться спокойно, заявил Новак. И согласен с ним, то, что с началом роста восстановления добычи с ланцевиками на рынке будет оказываться ценовое давление. И оно будет оказываться с ценового уровня нефти в 50 долларов за баррель. Потому что у них это окупаемость, уровень окупаемости у американцев нефтяников. Далее неопределенность страны со спросом на нефть сохраняется. Даже имеется последний переизбыток. Это я уже от себя добавил. В июне видны риски новых очагов заражения коронавирусом и второй волны пандемии. Но уже в мониторе ситуации заявил об этом Новак. Ну, далее Новак подтверждает то, что дно в спросе на нефть. То есть пик паники на рынке нефти был пройден в апреле. В мае началось постепенно восстановление. Далее генеральный директор Модерна отмечает высокую вероятность успеха вакцины от коронавируса. Которую планируют в размере 300 миллионов вакцин к первому кварталу 2020 года начать в мире распускать. Далее КНР, Китай и Индии договорились урегулировать пограничные столкновения справедливым путем. Дисказаться как можно скорее. Ранее они на границе вели боевые действия. Поэтому был риск того, что рынки на это обратят внимание. Но, как мы видим, от оружия переходят с страны к дипломатии. Это хорошо. Далее Новак заявил о том, что доля нефти в мировом энергобалансе будет в перспективе сейчас снижаться. Уступая возобновляемым источникам энергии. Заявил, повторяюсь, Новак. На самом деле ситуация такая, что потребление-то и спрос, конечно, будет снижаться. Но не в течение 10 лет. Не в течение. То есть это настолько долгосрочный процесс, что вот перед вами график, где указаны самые обширные энергетически востребованные секторы. Это вот зеленая нефть, красная газ, серая уголь. А возобновляемые источники энергии, где написано Renovables, это под углем, именно под серой этой массой. То есть, видите, он только... Учитывая то, что возобновляемые источники энергии появились в 90-х годах, это молодой сектор, это сектор, в котором есть определенные финансовые издержки. И чтобы привлекать к дальнейшему, необходимо какое-либо, скажем так, денежное влияние, то есть денежное вливание в этот сектор. Потому что экономически пока рентабельно содержать именно углевой, точнее угольный, нефтегазовый сектор, потому что это традиционная экономическая, выгодная для стран энергетическая тема, с которой они сразу не слезут. Даже, к примеру, вот сейчас пошла некоторая паника на некоторых формах, я тоже считаю, время от времени. Там тоже люди пишут, мол, коронавирус, подвинет углеводород, уйти в историю. Но, господа, мир-то все равно развивается, согласен. В историю, в будущем, в историю он уйдет. И нефть, и газ, и уголь. Уйдет все-то в будущем, в будущем, в историю. Но не сейчас. Не в ближайшие лет 10. Это вопрос, давайте говорить грубо, вопрос 10-15, может даже 20-30 лет, хрен его знает. То есть, как минимум четверть века, пока еще, я думаю, нефть, газ, уголь, они будут актуальны. Но потом, постепенно, естественно, будут развиваться и альтернативные источники энергетики, и возобновляемые источники энергетики, все. Просто пока, вот, учитывая, что это сектор молодой, возобновляемые источники энергетики, да, то и, как говорится, есть определенные финансовые издержки, и особенно, нужно просто деньги для того, чтобы развивать его. А учитывая то, что все возможные денежные магнаты, они, как раз, находятся в секторе нефти, газа и угольным, да, то они маловероятны, что пойдут развивать альтернативную энергетику. Ну, экономически, господа, нецелесообразно это. Сейчас. Но постепенно, по чуть-чуть, да. Как бы тут уже вопрос времени и денег. Но, опять же, не в ближайшие лет 10. Это вопрос, еще раз говорю, 10-15, 20-25-30 лет. Вопрос очень долгосрочный. Далее, две последних новости о том, что датская энергоагенция рассчитывает принять решение по новой заявке Nord Stream 2 в течение четвертого года Северный поток 2. И последняя новость о том, что валовые продажи товаров с маркетплейса Озон в мае составили 51% от общего оборота компании. И в чем прикол? Сбербанк хочет откупить долю в Озон. Вот вам новость. Сбербанк ведет переговоры о покупке доли в Озон. Номерно купить около 30% акций, заявили в сочке РТРС. То есть, диверсификация денежпотока Сбербанка, она колоссальная будет. И Сбербанк, это будущий финтех, ВТБ, это будущий промтех. То есть, государство лоббирует свои интересы через эти два государственных банка. Ну, я думаю, это очевидно. Далее, переходим к техническому анализу рынка. Переходим к индексу РТС. Скажу сразу, что сегодня лонговых идей вообще, я лично не наблюдаю. Шортовые идеи есть, но, блин, презентовать их вам я точно не сам. Потому что шортовые сделки, это очень, мягко говоря, рисковые сделки. И если в них лезть, то надо в них лезть со стоп-лоссом. И это необходимость. У нас имеется в индексе РТС двойной гэп. То есть, вот, первый гэп, второй гэп. Получается грустный смайлик. То есть, закрывать этот дабл гэп в любом случае придется. И сегодня, скорее всего, мы это будем делать. Опять же, учитывая то, что фон сегодня негативный. Фичерс на США и ЕС тоже в минусе. Нефтянка, правда, болтается на 40 долларах нейтральной позиции. Но это ничего. Но фон в основном негативный. Поэтому в закрытии данного гэпа по индексу РТС до уровня 1220 он будет сегодня вызван. То есть, при желании, конечно, можно зашортить фьючерс РТС. Но, господа, еще раз говорю. Если вы не готовы к такой рисковой сделке, то лучше туда и не лезть. Потому что фьючерс это наиболее рисковый актив, нежели чем торговля акциями. Поэтому такие идеи я, в принципе, предлагать и публично не собираюсь. Далее, нефт марки Brent. У нас сегодня она торгуется на уровне 40,5 долларов за баррель. Торгуется вблизи уровня 43 доллара. Но, опять же, в таком вот боковичке, скажем так. И на, повторяюсь, в ближайшие несколько месяцев, может быть, 2-3 месяца, ну и плюс-минус опять же, основной ценовой диапазон в нефтянке, ну вот, самый широкий можно выбрать. Вот он здесь вот. 31, дефис 43 доллара. Почему не ниже? Потому что ОПЕК+, они свое влияние в рынок сделали. Почему не выше? Ну, потому что давление на ценообразование нефти будет вызываться с стороны новых поставок баррель нефти в рынок. А также умеренным запуском станцевиков американских. Поэтому куда-то выше эти сейчас не резон, куда-то ниже тем это будет беспонтово. Ниже 31 доллара. На сегодня диапазон торгов по нефти у нас будет такой. Вот, 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 вот. То есть, 40 долларов, дефис 41, доллар 60 центов. Да, и по поводу нефти, 8 стран, входящих в Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, проведут онлайн-соцентрение в четверг. То есть, все годы дня. Чтобы обсудить первые результаты самого крупного в истории организационного соглашения по добыче нефти. В мае соглашение было выполнено на 87%, однако, судьба нового совершения от консультативного органа ждать не стоит. Скорее всего, министры еще раз верят в рынок. Это уже взято из рейтерс. И в данной ситуации, ну, уже в моей мысли, хотел бы я высказать о том, что волатильность тут вполне себе возможна, как и на любом заседании мониторингового комитета по рынку нефти. Что оно бывает на заседаниях ОПЕК, что оно бывает на мониторинговых комитетах ОПЕК. То есть, в данной ситуации, учитывая то, что сделка, она осуществляется, но при этом учитывая то, что некоторые стороны лажанули в мае по сокращению добычи нефти. Это ближний восточный странный, в первую очередь, некоторые из них. То на 100% сокращение добычи нефти не произошло. Поэтому сегодня посмотрим, какой итог они подведут для себя, чтобы можно было увидеть, насколько широким будет размах в нефтянке. Но пока базовый сценарий, повторяюсь, он такой. То есть, вот он. 40 долларов, дефис 41,60 долларов за бочку нефти. Далее, пара рубль-доллар. Тоже четырехчасовой график. Отмечу сразу то, что сейчас данная валюта торгуется на своем локальном уровне поддержки. Это уровень 69 рублей 58 копеек. Ну, ниже пока не пускается. Это проходит довольно весомая, скользящая средняя. И в данной ситуации, в преддверии завтрашней экспирации фьючерсов, к чему сейчас, в принципе, рынки и тянут. И к тому, что все-таки какая-то более весомая локальная коррекция, только она уже грядет. Знаете, вообще, в идеале рынком скорректироваться процентов бы на 15 хорошо. Вот идеально было бы охладиться настолько сильно, чтобы потом продолжить дальнейшее восстановление бычьего тренда. Восстановление, то есть, рынка. Но в моменте данный фактор, он может вызвать именно ослабление доллара, ой, ослабление рубля по отношению к доллару. То есть, еще имеется у нас гэп небольшой на уровне 71,67. И данный гэп, он будет просто к себе приманивать именно быков, да. Это как самая такая малая из целей, малая из целей. Так-то сам доллар торгуется в нисходящем своем тренде, но внешний фонд постепенно накаляется, на фоне чего и какая-то локальная коррекция, особенно в частности, второй волны заражения вирусом в Китае, да. Торговые войны, это то, что боятся, по сути, инвесторы и спекулянты. Два этих фактора. Поэтому любая эскалация из этих двух конфликтов, она вызовет непосредственно негативное влияние на рыночный фон. На фон чего валюта просто будет расти. Сегодня диапазон торгов у нас будет вот такой. Это 69,50, дефис, 70,75. То есть, коридор такой определенный будет. В нем мы будем торговаться. Ниже бакс, я думаю, не пустят куда-то, туда на 67, 66, 65. Это маловероятно на самом деле. Но пока коридор у нас будет такой, какой я обозначил сейчас. Но, повторяюсь, при начале коррекционного движения в рынках, то и валютная пара, они тоже поют вверх. Далее, евро-рубль, они тоже торгуются в своем боковом значении. Вот он. Это 78,40 примерно, дефис 79,25. И в этом диапазоне тоже евро будет сегодня торговаться. Так, далее у нас S&P 500 тоже. Есть, скажем так, отскок после минувшего овала, потому что обвал был, ну не обвал, скорее коррекция была, довольно сильно весомый. Даже там стоп-тарги чуть не осуществили, скажем так. Теперь после этого сколько следует свое коррекционное движение локальное? Вообще, давайте говорить по факту, S&P 500 сейчас локально, ему было бы тоже неплохо бы скорректироваться. Да, то, что там Павел в ФРС США, Центральный банк США заявил о том, что они будут выкупать облигации у банков обыкновенные и мусорные, да. Потому что данный фактор просто поддерживает банковский сектор на плаву и ФРС США понимает, что если они сейчас банкам не помогут, то будет финансовый коллапс. Реально, просто будет риск, огромный риск финансово-экономического кризиса. То есть фактор, то есть те риски, о которых я говорю уже длительное время. Сейчас ФРС, они напрямую этот план пытаются решить, взаимодействовать с банками, да, и откупают на свой баланс все возможную дурь, скажем так. Это мягко говоря. Но, по крайней мере, финансовый сектор могут от этого не уберечь, от довольно весомого негативного влияния. Далее, исходя из четырехчасового графика, диапазон торгов по S&P 500, у нас будет в диапазоне 3075-3120. 3075-3120. Вот пример такой-то. Пока S&P тоже держат, именно завтра будет экспирация, так что ждем, просто ждем. Коррекция тоже нужна. Далее, RGBI, у нас будет завтра, насколько я помню, заседание Центрального банка Российской Федерации. Завтра Эльвира Сахибзадна будет снижать ключевую ставку. Ну, что-то многие думают, что на 1% сразу снизить. Я в этом сомневаюсь, потому что, понимая стратегию Эльвиры, она на процентный пункт никогда не снижала. На процентный пункт. Повышать-то повышала, но не снижала. Поэтому снижение завтра будет, скорее всего, на 0,5 байсных пункта. То есть, одним траншем пройдет, да, по снижению ключевой ставки. И в следующий месяц уже будет другим заседанием, точнее, не траншем, а заседанием. 0,5 завтра, 0,5 там через месяц. И будет потом ключевая ставка у нас 4% годовых. Долгожданная ключевая ставка. Даже когда я, помню, в банках работал, еще давным-давно это было. Тоже мечтали мы о такой ключевухе. То есть, это будет вызванный, скажем так, автоматический наплыв заемщиков в первую очередь. Потому что у нас государство ставит акцент именно на кредитовании. А кредитовании это автоматическое поддержание банковского сектора. Поэтому сейчас облигациям тоже постепенно откупают банки, российские миноритарии, мажоритарии, а также на странный капитал. И после такой локальной коррекции, РЖБ пошел вновь на свое сопротивление 157.69. То есть, вот сюда. Поэтому приток денег в российском рынке пока еще осуществляется, что является более-менее позитивной темой для дискуссии. Далее переходим к эмитентам. Еще раз говорю, что сегодня лонговых идей в принципе нету от слова вообще. Лично я их не вижу. Но я вам скажу, какой диапазон будет сегодня торгов в 10 компаниях. Это Газпром, ВТБ, Сбербанк, Северсталь, Газпромнефть, Сургутнефтегаз, Русал, Татнефть и Мечел. Начнем с Газпрома. У нас в Газпроме имеется локальный гэп на уровне 194.19 рубля. Учитывая то, что сегодня внешний фон довольно негативный, то и закрытие данного гэпа, оно сегодня должно состояться. Поэтому диапазон торгов у нас на сегодня будет между поддержками и сопротивлением. То есть, уровень 196.57, дефис 192.51. Здесь Газпром будет сегодня торговаться, потому что сегодня будет инициатива непосредственно за продавцами. А гэп, данный ближайший гэп, цена будет закрывать с очень высокой долей вероятности. Далее ВТБ. ВТБ будет тоже торговаться коррекционным движением. И диапазон я указываю здесь. Это 0036855, дефис 0035770. То есть, я это указываю зигзагом, штрихами. Тут будут проводиться торги в ВТБ. Я лично ВТБ, как и Газпром, под инвестчастью. И их держу число в долгосрочную перспективу. И вот по ВТБ мы видим одно, что на месячном графике понемногу, по чуть-чуть до пружинка сжимается. То есть, скоро будет пробитие вот этого верхней границы треугольника. Все, как и в Русгидро. Все, как и в Русгидро. Русгидро уже вышел из своей формации 12-ти треугольника. А ВТБ будет тоже скоро выходить. И ВТБ будет выстрелить именно на восстановление рынка. Как оно было в 2009 году, как оно было в 2015 году, так оно будет в 2020-2021 год. То есть, стратегическая зона сопротивления для ВТБ это 8 копеек за акцию. Это самая стратегическая зона. Как минимум туда. Далее Сбербанк. По Сбербанку у нас имеется зона поддержки 205.30. Мы сегодня будем идти именно к ней. Поэтому диапазон торгов у нас сегодня будет такой. 208.90, дефис 203.65. Со стратегической зоной поддержки 205.30. Ниже мы маловероятно, что пойдем. Но поторговаться на этой поддержке, в пределах этого восходящего уже тренда, мы можем. По крайней мере, еще осуществляется влив денег в банковский сектор штатов. Что непосредственно и более-менее позитивно влияет на банковский сектор других развивающихся стран. То есть то, что вливает в Штатах, то вливает и в развивающиеся страны, рынки. Это точно даже хорошо. Поэтому диапазон торгов в Сбербанке был тот, который я указал сейчас. Опять же, учитывая весь негативный фон на сегодняшнее утро. Далее Северсталь. Знаете, честно говоря, тут получается у нас мошонка. Формация. Да, вот. Ладно, что что, двойное дно. И в чем суть? Это часовой график. У нас имеется просто лютийшее перепродание. Давайте примерно на 4 часа. Я вам просто наглядно покажу. Вот видите, дикая перепродность. Тут-дым-сюдым. 5-10. У нас имеется гигантский гэп. 53 рубля 61 копейка. Даже чуть больше. Там 50 примерно 6 рублей. Ну, 55-56 рублей гэп у нас имеется. От цены до цены. Поэтому в скором времени Северсталь будет данный гэп закрывать. Опять же, в привет своего восходящего локального тренда. У меня, повторяю, Северсталь имеется в инвестпортфеле. Я вижу то, что металлургический сектор внутри Российской Федерации постепенно восстанавливает сам. Мои предположения подтверждят Магнитогорский металлургический комбинат в своем заявлении, когда они публиковали отчет. И знаете, господа, мне опыт показывает одно, что после любого кризиса металлурги восстанавливаются в первую очередь. То есть, к примеру, брать Северсталь уже на долгосрочной перспективе, что я лично сделал, и причем на любой коррекции я готов откупать ее еще сильнее, еще агрессивнее. Но брать ее в долгосрочную перспективу я лично буду. Почему? Потому что это один из лучших металлургов нашей страны. с кристально прозрачной дивидендной политикой. Тут важно помнить одно, что когда в нашей экономике, нашей страны, в секторе металлургии будет уже то самое, что было до коронавируса, в 2018, в 2017, в 2019 годах. То есть, стабильность нормальная. Основные рынки забыта для металлургов – это строительный сектор и автомобильный сектор, где требуется металлургическая продукция. То и обороты, то же самое металлургический отрасль, они будут расти. То есть, прибыль будет компания наращиваться. На фоне чего и за ростом прибыли последует рост дивидендов, за ростом дивидендов последует уже дальнейший рост капитализации цены. То есть, рост цены на акции. Потому что, понимая логику Северстали, я прекрасно понимаю, что она должна стоить не 800 рублей за акцию, господа, а как минимум 1500 рублей за акцию. Вот вам и вся логика данного контекста. При этом я сейчас вижу то, что Северстали удерживает диапазон довольно весомый. Давайте говорить по факту. Диапазон торгов на сегодня будет вот такой. Это 892, дефис 871,20. Пока, наверное, выше сегодня его куда-то не пустят в Северстали, но и ниже далеко ее тоже пускать не станут. Такое впечатление, что здесь кто-то подкупает позиции. И причем факт в том, что цену насколько сильно убили по сравнению с 2019 годом, с июнем. Ну, тут понятно, был уже локальный максимум, это 1120 рублей. А тут у нас просто по факту один минимум из минимумов, то есть 880 рублей. Поэтому сейчас, я думаю, было бы логично Северстали отторговаться какое-то время в этом диапазоне. То есть, как бы довести набор позиций, да, потому что все-таки фактор дивидендов уже в Северстали прошел. Но фактор этого гэпа довольно весомого рынка еще реагирует как инвесидея, скажем так. Гэп весомый, думаю. Гэп почти что 7-процентный, поэтому и спекулянты тоже на этот гэп смотрят и следят за реакцией рынка. То есть, как только пойдет закрываться гэп, будут просто набегать спекулянты, откупать позиции. И на фоне чего будут цены еще сильнее разгоняться. И поэтому закрытие гэпа на горы 940 рублей, оно видится в скором времени довольно перспективным, ну, завершением данной идеи. Далее, Газпромнефть. Я сейчас рассматриваю именно ликвидные акции, не там третий эшелон, а именно первый и второй эшелон, где проходит большой денежный оборот для спекуляции, для трейдинга, скажем так. В чем суть? У нас в Газпромнефть тоже будет скоро дивидендная отсечка, по-моему, на следующей неделе. Будет квартальный дивиденд в размере 5,8% годовых. Цены выше уровень 360 не пускает, но, в принципе, уже давай скажем спасибо за то, что вообще пустили цену выше 340 рублей за акцию. Уже хорошо. Но гэп остается гэпом вот в этом диапазоне на уровень 30,75-40, поэтому в среднесрочной перспективе этот гэп просто будет закрывать. Пока Газпромнефть в своем восходящем тренде, да, уже последние несколько месяцев, это довольно хорошо. То есть цена восстановилась наполовину после февральского падения, да. У меня Газпромнефть имеется в инвестиционной части, я ее не буду продавать, от слова, вообще. Но в случае прихода к моей средней цене, у меня 303 рубля за акцию, я буду просто ее подкупать. Потому что в долгосрочной перспективе наша нефтянка, она тоже имеет очень весомый шанс пойти выше тех отметок, где они были до обвала коронавирусного кризиса. То есть Газпромнефть, она обязана сотни 350 рублей за акцию, а как минимум 500 рублей за акцию. Выводы делайте сами. Фундаментал позволяет. Тем более компания платит 50% от чистой прибыли, что сподвигает ее на дальнейший рост котировок. Естественно, в 2020 году будут проблемы с прибыльностью компании, но все же. На сегодняшний день торги у нас будут в диапазоне 356.65, дефис 348.30. Учитывая весь негативный фон, то и коррекционное движение даже в Газпромнефть, оно, локальное коррекционное движение, оно вполне себе допустимо. По крайней мере, в ближайшие час-два. Именно отыгрывать, нам необходим будет рынком азиатскую сессию. Их личный непосредственный фон. Далее СНГ-ПРЕФ. У нас вчера ее тоже как-то закосили прям объемами. Но все равно я ее в позиции тоже держу. Это спекулятивная идея. Я все равно понимаю, что у нас по ней цена торгуется на нижней границе этого боковика. А тут у нас боковик это выделено розовой формацией. То есть 34.50, дефис 38.40. То есть в чем суть? Перед выстрелом, дальнейшим походом вверх, Сургут нефтегаза будет просто мариновать. Его будет тупо брать и мариновать. Просто брать, как ВТБ делают. Как Российский делал. Берут, маринуют, маринуют. Почему? На мой личный взгляд, тут просто забивается много спекулянтов. Забилось много спекулянтов. Сургут нефтегаз. Акции привилегированные. Ну и Сургут нефтегаз, он тоже активно в фазу роста производит, когда осуществляется паническая девальвация рубля. Паническая. Не просто там вот чуть-чуть раз сюда, а паническая девальвация рубля. Почему? Потому что Сургут нефтегазе имеется подушкой безопасности валютной. Да, и рынок в нее смотрит как на альтернативу. Если не успел зайти в доллар ранее передавалом, то Сургут нефтегаз выстрелит только через 1-2 торговых сетей после панической девальвации рубля. Я имею ее в спекулятивной позиции. Сургут нефтегаз с четкой целью на 36 рублей 14 копеек. Но опять же тут ситуация в другом. При подходе к этой цели я продавать ее сразу не буду. Я буду, наоборот, там либо стопы ставить. Почему? Потому что, учитывая то, что у нас ходят в своем боковике, то приход на уровень 38 рублей 50 копеек, он вполне себе достижим. Просто вам, как говорят, спичи для ума. Если говорить про сегодняшний диапазон торгов в Сургут нефтегаз, то вот он вам. Вот, 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 вот. То есть 35.09, дефис 34.50. 34.50. Около нижней границы боковика. Пока только так. Ничего нового нет. Чтобы заработать прибыль, необходимо переждать вот это маринование, потому что российские, большие участники рынка, они предпочитают замариновать спекулянтов до такой степени, чтобы они сами прибыли, начали выходить из акций. И только потом они выстреливают. Далее Русал. Диапазон торгов на сегодня вот такой вот. 27.39, дефис 26.22. Также по Русалу смотрите непосредственно на компанию ГМК на Алицкий Никель, потому что в случае коррекционного движения в ГМК на Алицком Никель, я его сейчас рассмотреть не буду, я им не торгую сейчас, то и Русал тоже пойдет в коррекцию. Почему так? Потому что рынок видит, что... Рынок знает то, что Русал владеет 30% акций ГМК на Алицкий Никель. Поэтому как только ГМК уходит вниз, Русал тоже под давлением уходит вниз. То есть это такое вот маринация. Но в идеале, конечно, Русал стоило бы скорректироваться куда-нибудь вот на эту поддержку, то есть 24.99, для того, чтобы потом уже начать нормально восхождение в период этого восходящего тренда. И я Русал в инвест-порфель тоже постепенно подбираю. Я его хочу подобрать еще где-нибудь на уровне. Вот примерно здесь вот. 25 рублей за акцию. По этой инвест-порфельсии сейчас это будет нормальная стратегия, потому что в будущем Русал будет платить тоже дивиденды. И как только начнется рост цен на алюминия, то и компания будет получать большую прибыль. А большая прибыль это автоматический выплат дивидендов. И дальнейший рост цен на акции. Что есть, то есть. Далее, это отнефтпрев. Вчера было ГОСА, годовое общее собрание акционеров. И в чем суть? Было ранее известно, что дивиденды компании не выплатят. Ранее было это известно. Но, блин, еще раз сказали, цена еще раз обвалилась. Вот в этом диапазоне, да? Честно говоря, я логику этого не понял, на самом деле. Но у нас имеется стратегическое сопротивление, это уровень 550 рублей за акцию. Татнефть реально охрененный актив. Реально суперактив. Но, учитывая сегодняшний негативный фон, то диапазон торгов у нас будет вот здесь. То есть 592.4, дефис 549 рублей за акцию. Татнефть я тоже в инвест-часть постепенно подкупаю. Я ей пока что... Вот именно последние пару дней я ей не трейдил никак. Потому что не хочу. Но под инвестицию это один из лучших активов. В свою очередь. Ну и последнее, это компания Мечел. У нее имеется свой большой, великий боковик. Да? Вот здесь вот. Который я отмечаю сейчас этим голубым кружком. Да? Это уровень 69.24, да? И уровень 58.26. Ну, плюс-минус 58.26. Там, конечно, он меньше и ниже есть. Там 58, по-моему. Но не суть. И в этом диапазоне сейчас я просто вижу то, что, блин, любую просадку откупают в Мечеле. Интересно, да? Вот в картинках-то интересное. То, что оно было вот здесь. Оно было здесь. И оно было где-то там еще в нулевых годах. То есть я клоню к тому, что я держу Мечел сейчас под, скажем так, сам пока не определился, либо под инвест частью, либо под спекулятивной частью. Я там откупил, ну, примерно, я не помню сколько, то ли 2,5% от капитала Мечел, то ли чуть побольше. Надо посмотреть будет в Телеграме. Да, 2,6% от капитала. И в чем суть? У меня цена Мечела, вот знаете, формация этого треугольника. Вот. Проходит треугольничек. Верхняя граница, да, и нижняя граница. И верхняя его граница находится на уровне 100-105 рублей за акцию. И вот плюс-минус к этим ценам, когда вот композицию здесь глобальную часть рынка накопит, да, то цена просто полетит вверх. Я читал тоже вчера, пока я своими делами занимался, пока я тоже в подземке ехал в метро, читал одну очень важную информацию о том, что Мечел может, блин, получить субсидии от государства на поддержку своей деятельности. Блин, это было бы офигенно. Почему? Потому что любая поддержка от государства, это дальнейший поход цены вверх. То есть, любой поезд от государства, это драйвер для роста цены акции, то, что Мечел. Так что, тут на самом деле ситуация такая, что, как и в ВТБ. ВТБ тоже там сейчас какую-то позицию подкупает, копит реально свою позицию, ниже уровня психологического сопротивления 4 копейки. А вот здесь психологическое сопротивление, это уровень 69 рублей за акцию. Вот когда цена пробьет ее выше, да, и пойдет куда-то выше, там, не знаю, на уровень, там, не знаю, 78, 85, там, 100 рублей за акцию, блин, там уже покупать нерентабельно будет. Поэтому я лично откупаю Мечел от этих уровней, боковика нынешнего. И это довольно весомая цель, на самом деле. Ну и благо тут сидит, на самом деле, ВТБ. Так что, все более-менее спокойнее. В итоге, я отметил это видео таймкодами. Вы можете пробежаться по разделам и посмотреть то, что вас интересует из новостного, а также аналитического и технического анализа. Фон у нас сегодня негативный. Азия в минусе, фьючерсы на США и ЕС в минусе. Ну, нефть, благо, кстати, около 40 долларов за бочку нефти. Так что, на нашем рынке тоже будет сегодня движение коррекционное. По РТС, напомню вам, у нас гэп на уровне 1220-1240, поэтому закрывать его сегодня будет, я считаю, необходимо. Также постепенно веет более такой вот коррекцией в рынках. Локальной, но довольно острой. Как шприц со стороны медика вену пациента, да, то есть такая боль. Опа! И дальнейшее высасывание крови. Ну, то есть коррекция еще нервы потрепает участникам рынка. Потому что рынки все еще находятся в такой весомом саде перегреться, поэтому после экспирации, скорее всего, его пускают в свободное плавание. Но мы это по ситуации уже увидим. На этом все. Подписывайтесь на канал Биржевик, канал о рынке акций. У нас основы биржевой торговли, аналитика, обзор акций, облигаций, технические фундаменталии, а также торговые идеи, которые рекомендацией ей не являются. У нас имеется телеграм-канал Биржевик. Ссылка на него всплывает сейчас в этом саб-видео. В ВК группа, ВКонтакт группа Биржевик. Тоже ссылка всплывает на него сейчас. Переходите по ним. Там публикуется обзор акций и облигаций, технический анализ, а также фундаментальный анализ разных эмитентов для спекулянтов, а также для трейдеров, ой, для инвесторов, извините. А также новостной и аналитический фон, который влияет на движение цены в дальнейшем и на стратегически более значимые цели в перспективе. То есть то, что необходимо знать спекулянтам и инвесторам. Помните, что мы все обречены на прибыль. Лишь время и грамотная стратегия нашей главной союзники. На этом все. Благодарю за внимание и до свидания.